Клара Лучко не считала себя красавицей, сводящей с ума мужчин. И когда на съемочной площадке фильма «Кубанские казаки» ей начал оказывать знаки внимания исполнитель главной роли, звезда театра Вахтангова Сергей Лукьянов, долго отказывалась верить в его искренность. К тому же ухажер не скрывал, что женат. Служебный роман закончится, едва будет снят финальный кадр картины, думала начинающая актриса. Что же ты, Гордея Гордеевич, опять крутить начинается? Сами же слово дали, а теперь на попятный. Дашенька! Она ошибалась. Вскоре Клара Лучко и Сергей Лукьянов станут одной из самых блистательных супружеских пар отечественного кинематографа. Дашенька, я же от своего слова не отказываюсь. Он ее обожал. И она его, конечно, обожала. Они действительно подходили друг к другу. Очень подходили. Это было одно целое. Но за спиной супругов не утихали пересуды. Лучко украла Лукьянова у первой жены. Разбила семью. Жизнь такое не прощает. Этот союз обречен. В каждой семье есть такое количество проблем и такое количество внутренних переживаний. Иначе бы актеры так не играли. Потому что они играют на своих нервах. Судьба и правда приготовила им череду тяжелых испытаний. И потому каждый день, проведенный вместе, Клара Лучко и Сергей Лукьянов ценили как высший дар. Словно чувствовали. Их счастье, которое злые языки называли украденным, окажется недолгим. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Их встреча могла и не состояться. И Лучко, и Лукьянов попали в число актеров, занятых в кубанских казаках по чистой случайности. Как будто судьба решила свести их вместе. Клара Лучко подошла к стенду, на котором вывешивали списки на актерские пробы. Пробежала глазами по рукописным листам. Что происходит? Всех ее бывших однокурсниц Пав Гику приглашают пробоваться в кубанских казаках. А как же она? Провела пальцем по строчкам. Вдруг пропустила свою фамилию. И тут ей кто-то прошептал на ухо. Обязательно приходите. Я буду ждать. Лучко обернулась и едва не задохнулась от восторга. Это же режиссер фильма. Сам Иван Пырьев. Позже выяснится. Список претендентов подредактировала жена Пырьева Марина Ладынина. Зная влюбчивости мужа, она старалась не подпускать к нему хорошеньких актрис. Именно такой всегда была Клара Лучко. Кларочка, это поразительно совершенно. Вот я волнуюсь. Она лучилась. Вот Лучко от слова луч. Она была солнечным человеком. С этим Ладынина ничего не могла поделать. После первой же пробы Пырьев утвердил Клару Лучко на одну из главных ролей Даши Шелест. Она очень боялась Пырьева. Он мог запустить в актера палкой, что он мог обозвать. Ну что угодно мог сделать. И она пошла на пробы. И вдруг поняла, что к ней это не будет применимо. Может быть, Пырьев, как человек, конечно, очень умный и интересный, он понял, что вот именно с этой актрисой так не нужно. Что она сделает все сама, без криков, без воплей. А вот Сергей Лукьянов напротив первую пробу провалил. Увидев актера в кадре, Пырьев взорвался. Говорит, а что, вот это вот гриба я должен снимать в роли Гордея Ворона? Да это какое-то серое существо совершенно. Да кого вы мне предлагаете? Что же произошло? Сергей Лукьянов к тому времени уже был звездой театра Вахтангова. Зрители его знали и любили. Лукьянов был одним из самых талантливых актеров своего времени. В советское время был образ героя. Это Лукьянов во всех его фильмах. На него вот смотришь, да, я бы хотела иметь тело с таким человеком. Однако к моменту съемок в кубанских казаках Лукьянову было уже под 40. На голове наметились залысины. А казаки, по крайней мере, те, которых хотел видеть на экране Пырьев, должны непременно иметь лихо закрученный чоп. И тут снова вмешалась Ладынина. Она так мечтала заполучить Лукьянова в партнеры, что придумала, как обвести мужа вокруг пальца. Лукьянова снабдили париком, загримировали, и Пырьев под хвалебные комментарии жены на второй пробе утвердил его на главную роль. Гляньте! Ой! Что такое? Что тут такое? Парень не налезет! Разрешите! Я виноватся! Подожди! Это блистательная роль с перевоплощением. Причем органика была кошачья. Что такое кошка? Ее бросаешь, она приземляется на лапы. Это органика кошки. Вот Лукьянов обладал этой органикой. В актерской гримерке они и познакомились. В первый же день съемок. Лучко пришла задолго до их начала. Переживала. Все-таки первая большая роль. До этого ей доверяли только эпизоды. Безымянная женщина-геолог в трех встречах, гости в Мичурине, тетушка в Молодой Гвардии. Лучко даже подумывала уйти из профессии. Никаких перспектив. Ей в голову не приходило, что эта мимолетная встреча в гримерке изменит буквально все. Мама гримеровалась, а он распахнул дверь гримерной, ее увидел и сказал, что я пропал. Лучко от природы была довольно робкой. Преподаватели в институте называли ее Тургеневской героиней. Вот и комплименты от известного актера ее поначалу смущали. Как и разница в возрасте. Почти 15 лет. Давай с тобой сделаем уговор. Это смотря какой. Простой, сердечный и тайный. Лукьянов не сдавался. Изобретательность влюбленного мужчины не знала границ. Он втихаря просил оператора-постановщика на съемках ставить Лучко поближе к нему. На Синокосе, на Таку, в хороводах. Мы не скажем, нет, не надо. Каждый день собирал и дарил избранницы по букету пылевых ромашек. И при любом удобном случае старался обратить на себя внимание. А если повезет, и рассмешить. До сих пор перед глазами стоит он. У него было удивительное мужское начало, сильное обаяние. И особенно эти голубые, синие, пронизывающие глаза. Эта улыбочка такая, ухмылочка такая немножко, но очень добрая. Красивейший мужчина, мощный. А в то время мужчин-то вообще не было. Или они калеки возвращались с войны. Или они убогие. Лучко, в конце концов, уступило настойчивым ухаживаниям. Вот и хорошо. Вот и правильно. Теперь все свободное время они посвящали друг другу. Гуляли, общались, уединялись. Коллеги по киносъемкам этот внезапный роман заметили. Тем более, что Клара и Сергей чувств и не скрывали. Но они придали происходящему особого значения. Чего только не случается на съемочной площадке. Но влюбленные и после окончания съемок кубанских казаков не думали останавливаться. И утратили всякую осторожность. А потом об этом узнала жена Лукьянова. Еще несколько секунд, и он правда попрыгнул. К чему такая жизнь? И тут в комнату вошла Клара. Она сразу же все поняла. Лукьянов сделал шаг не наружу, а навстречу возлюбленной. Все будет хорошо, только не плачь. Лучко и Лукьянов сняли комнату в коммунальной квартире. Сначала для встреч, в перспективе для начала совместной жизни. Там было 18 соседей. Это было на улице Песчаный, аккуратно, напротив особняка Берия. И, значит, там была комната маленькая, окно выходило в стенку другого дома. Влюбленных не смущал ни круглосуточный гвалт у соседей, ни очереди к плите и в уборную. Они были счастливы. Клара любила Сергея. А Сергей Клару просто боготворил. Он прежде всего был настоящим мужчиной, который обожал и любил эту женщину. На мой взгляд, это самое главное. Потому что это счастье очень немногим дано. Очень. А ей в этом отношении повезло. Он жил для нее. Он все делал для нее. Она когда ходила по комнате и что-то делала, он неотступно следил за ней глазами. У него выражение лица было какое-то, знаете, восхищенно, умильное. Они по комнатам целовались. Можно было неожиданно войти в комнату, застать. Но за пределами коммунального рая прошлое не отпускало. Законная жена Сергея Надежда боролась за мужа. Писала гневные письма в партком театра, где он служил. Настраивала против него общих знакомых. Особенно невыносимым было то, что она взывала к чувству справедливости. Ведь они, кажется, еще совсем недавно так ожесточенно боролись за место под столичным солнцем вместе. Из провинции можно было тогда найти и вытащить огромное количество актеров. Просто никто этим не занимался, если актер сам не пытался двинуться на столичные подмостки. Лукьянов пытался. Лукьянов пробивался. Сергей когда-то был донецким шахтером и самодеятельным актером. Пока не познакомился с главным режиссером театра Вахтангова Рубеном Симоновым. Тот увидел Лукьянова на любительской сцене в Донецке, похвалил. А потом предложил перебраться в Москву. Лукьянов приехал. Правда, через 10 лет. И случилось немыслимое. Симонов, который брал в труппу только выпускников школы-студии при театре, вдруг вывел на прославленную сцену бывшего шахтера. Они выстроили свою судьбу. Но ведь надо было сохранить себя для этого. Ведь нужно было сохранить свое лицо для этого. Надежда приехала в столицу вслед за мужем. Решилась оставить малую родину, родителей, друзей, обустроенный быт. И начать жизнь с чистого листа в чужом городе. И тут явное предательство. Лукьянов буквально разрывался между долгом и чувством. Если человек влюбился, и у него есть совесть не бросать свою семью, а есть невероятная тяга к другой женщине, конечно, человек раздваивается, как нормальное мужское создание. Это не сплетни. Конечно, он страдал. Конечно, он мучился. Конечно, нужно было сделать определенный шаг. В тот день, когда он чуть не шагнул в окно, Клара сообщила, она беременна. Уговорила лечь в больницу, подлечить нервы. Там и выяснилось, что на самом деле все еще сложнее, чем казалось. У Лукьянова серьезные проблемы со здоровьем. И кто знает, сколько ему осталось жить. В больнице Лукьянов принял решение. Пора, наконец, расставить все по местам. Оформить развод и сыграть с Кларой пышную свадьбу. Однако развод состоялся уже, когда их общей случку дочери исполнилось три года. И свадьба была тихой и формальной. Расписались, и все. Да им было все равно. Надо было вместе ездить, надо было выезжать, в одном номере жить. Сейчас трудно людям понять, что надо было быть зарегистрированными, чтобы жить в одном номере. Пройдут годы, прежде чем надежда смягчится, разрешит бывшему мужу видеться со старшей дочерью. Клару она не простит до конца своих дней. А на нее в первые годы жизни с Сергеем Лукьяновым навалились и другие проблемы. После кубанских казаков она, казалось, была звездой союзного масштаба. А больших ролей почему-то снова никто не предлагал. Оставалось лишь колесить по всей стране. Концертные номера, творческие встречи со зрителями. Она все время работала. Она все время разъезжала. Говорит, Саша, знаешь, вот у меня колоссальный недостаток. Я говорю, какой? Ну и думаю, женщина, а недостатка, говорит она. Оксанка не занималась, мать плохая. В конце концов, Лукьянов не выдержал. Пошел выяснять, почему его супругу столь явно игнорируют на Мосфильме. Ему шепнули. Это привет от все тех же кубанских казаков. Пырьев злопамятен. Ну, был конфликт у нее с Пырьевым. Тогда Пырьев неровно дышал. Вот, и папа опять же приехал туда и закинул его в кусты. Вот, его хотели снять с роли, но потом, значит, как-то Ладынина отстояла. Это знали все. Пырьев с молодыми актрисами, отвергшими его притязания, особенно не церемонился. Просто отлучал от профессии. Лучку, казалось, не слишком расстроилась. Будто знала наверняка, ее время придет. Надо просто немного подождать. А вы понимаете, что произойдет, когда время остановится? Это отмечали многие. Клара Степановна и правда обладала чуть ли не магическим даром поворачивать обстоятельства в свою пользу. Был очень такой случай интересный. Мы опаздывали на поезд и ехали на выступление. Я говорю, ну все, опоздали. Она говорит, Саша, спокойно, сейчас мы приедем. Поезд будет стоять на месте. Подъезжаем. Значит, поезд стоит на месте. И я думаю, что, может быть, она позвонила, кто-то позвонил, что типа задержите поезд. Нет ничего подобного. Это такая энергетика человека, что как-то вот она думала о том, что никуда он не уйдет, а мысль материально. Что хочется, то сбудется. Лучко в этом не сомневалась. Как-то там получилось, что они гуляли по набережной с кем-то там из подружек своих и оказались возле этого дома. И долго им любовались этим домом. И вот она как раз мне сказала, кто бы мог подумать, что через какое-то количество лет я окажусь в этом доме. Квартиру в самом престижном московском доме Высоткино-Котельнической вместе с очередной сталинской премией получил Сергей Лукьянов. Вождь народов посмотрел спектакль Егор Булычев и другие и распорядился обеспечить артистов всем, в чем он нуждается. Но настоящим триумфом Сергея Лукьянова как киноактера стала роль, которую он сыграл уже после смерти своего высочайшего поклонника в фильме «Большая семья». Приходилось, как он мне рассказывал, сидеть в гриме, по-моему, что ли, четыре или шесть часов там вот тяжелый грим вот эта вот наклеенная борода и чтобы второй раз это не гримироваться, он спал в этом. Лукьянов играет старика, деда Матвея, главу семейства. Пароли ему уже за 80. Лукьянову слегка за 40. Невероятно. Он моложе своего героя в два раза и старше актера, который играет его сына всего на четыре года. Это дар, как нас в школе в студии МХАТ учили, «Если ты этим не обладаешь, ничего сделать нельзя». Лукьянов обладал этим качеством совершенства. У меня полное ощущение, что народ не знал, как он выглядит, потому что действительно он везде был разный и везде он был красивый такой, он был мужик такой. Годом позже на экраны вышел фильм Иосифа Хейфица «Дело Румянцева». Вы давали приказание водителю Румянцеву доставить излаемые 29 мест груза. По сути, это был первый настоящий советский психологический детектив. Благодаря ему Сергей Лукьянов окончательно стал кумиром зрителей. Его полковник Афанасьев не просто красив и умен. Он благороден, справедлив, с уважением относится к маленькому человеку, с его повседневными страстями, горестями, незащищенностью. Словом, эталон, почти идеал. А человек, это звучит гордо. Точно, товарищ, товарищ, товарищ? Ну, точно, я сказал, ты горький сказал. Однако, любимой ролью самого Лукьянова станет образ Емельяна Пугачева. Он сыграет народного героя по-своему. Не как бунтовщика, как мученика, И когда он там уже в клетке перед казнью говорит, прости, народ православный, и я прямо к этому экрану по проходу с криком папочка, папочка, бежала, как сумасшедшая, и рыдала в голос просто. Прости, народ православный! Искреннее раскаяние. Лукьянову это чувство было не просто знакомо, он жил им. Равно, как и чувствам вины, которую не искупить никогда. И перед первой женой, и перед самым родным, самым близким человеком. Перед матерью. Клара разбирала чемоданчик с бумагами Лукьянова. В новой квартире не место хламу. Это точно в мусор, и это тоже. Секундочку. Что за странный документ? Позвала мужа, спросила. Это правда? Лукьянов замешкался, потом коротко кивнул. Да, правда. Давно хотел тебе рассказать. Я сидел. Сергей Лукьянов оказался за решеткой в начале тридцатых. Так аукнулось благородное происхождение. Отец Лукьянова, царский офицер, погиб в 1914 в Первую мировую. Мать после революции спешно покинула страну. А сам Сергей оказался в детдоме. Это все сведения, которые я уже получала из Государственного архива. Бабушка в то время, не знаю уж каким образом и с кем, она уехала за границу. Детдом располагался неподалеку от Юзовки. Так тогда назывался Донецк. Бдительные педагоги внушили маленькому Сергею главное правило выживания. Забудь о корнях, о происхождении, молчи, иначе все пойдет наперекосяк. Это тщательно всеми скрывалось, понимаете? То есть все были из народа. Потом, вы понимаете, сразу видно, человек невежественный или нет. по окончании школы Лукьянов поступил в ремесленное училище. Потом пошел работать на шахту и записался в самодеятельный театр. Он помнил, что мама тоже увлекалась сценой. О том, что она жива и ищет его, узнал уже в пересыльной тюрьме. Он сидел и после этого был выслан, был в Котласе, после этого был в Красноярске. На эту тему, как вы понимаете, он говорит, не любил и что, в общем, понятно, в это время было. В те времена подобный скелет в шкафу мог стоить не только карьеры артиста. Могли выслать из Москвы или снова посадить. Во время переезда в Москву Лукьянов умолчал о лагерном прошлом. А позднее, благодаря поклонникам его таланта из силовых структур, смог вычистить эти детали из биографии. Дочь Оксана несколько лет назад сделала запрос, пытаясь выяснить, какой приговор был у отца, когда и где он сидел, и получила отказ. Сведений нет. Виола! Себастьяна! Себастьяна! в шекспировской двенадцатой ночи. Блестящая двенадцатая ночь. Это переуплощение мужчины и женщины. Это очень немногим вообще дано. Это какая должна быть потрясающая фактура актрисы, чтобы и мальчишка, и девчонка были очаровательны. Лукьянов поехал на съемки вместе с супругой. После бурного выяснения отношений они не хотели расставаться ни на минуту. Сегодня если вы не хотите умертвить меня за мою любовь к вам, позвольте мне быть вашим слугой. Отец поехал на эпизодическую роль. Тогда у него был такой статус, что эпизоды ему не надо было играть. И он просто поехал туда для того, чтобы быть с ним вместе. Моя беда меня не так тревожит, как то, что вам я не могу помочь. Лукьянов не покидал съемочную площадку, даже когда эпизод с его участием был отснят. И как оказалось, не зря. Она в кадре сама ездит на лошади. И лошадь понесла. И вот по этим крымским дорогам, под вот этим, знаете, серпантин, несла лошадь. И рассказывают, что было с отцом. Как он вскочил на лошадь, там, с трехметрового расстояния на какую-то лошадь, и как он гнал этого коня, как он кричал, как он перепрыгнул к ней на лошадь и остановил. Вот он сидел потом на земле, руками закрыв лицо, и кричал, когда к нему кто-то подходил, оставь меня в покое, уйди от меня. За глаза Сергея Лукьянова часто называли бешеным. Он мог вспылить не на шутку по любому поводу. И совсем уж явно выходил из себя, когда замечал рядом с Кларой мужчину. Буквально любого. Конечно, ей было достаточно сложно, она старалась при нем как-то, уж ни на кого глазами не смотреть. Был какой-то там прием, все сидели со столом, какой-то чиновник посмел к маме рукой коснуться, и все. Но папа его так взял за шкирку и им смел стол. Ну, там бешеный. Мужчины вокруг Лары Лучко всегда велись роем, что, впрочем, неудивительно. Я вот мужчина, я понимаю, насколько она и с возрастом не терял своей красоты. На пляже вот она раздевалась, она не стеснялась раздеваться, оставаться в купальнике. Она была очень хорошо слышена. знаю историю, когда Гайда ей предлагал сняться это самое бриллиантовой руке, что ли, да. Я говорю, Кларочка, почему Леонид Иоич вам предложил эту роль сыграть там стриптиз, Света Светлечина потом сыграла замечательную эту роль, вот, и она улыбнулась, так и сказала, вот, знаешь, говорит, Ленька Гайдай, как встретимся, он все время восхищался моей фигурой. Вот сколько у меня было друзей, все ей восхищались. Лукьянов ревновал столь неистово, что жена не один год была вынуждена одеваться, как монашка. Когда Лукьянова не станет, Лучко обзаведется ошеломляющим гардеробом. Друзьям и знакомым эта прежде неведомая страсть Клары Степановны к новым нарядам даже покажется нездоровой. Вместе мы снимались, был такой фильм «Жил отважный капитан фронтова», и вот мы вместе с ней были в Архангельске. Очень смешно, гуляем по Архангельску, проходим салон для новобрачных, она говорит, пойдем в салон, надо тебе купить хороший костюм. Мы заходим в салон, я говорю, да к нам же не продадут. Да продадут, ничего страшного, продадут, я уговорю. В конечном итоге купили Кларе Степане джинсы. То есть вот то, что она, чего была лишена раньше, просто из-за отношения к мужу, из-за того, чтобы его не расстраивать, невероятные костюмы, платья, какие-то украшения, шляпы, отдельный разговор. К шляпкам Клару пристрастил еще Сергей Лукьянов. Теперь, когда тайна его происхождения раскрылась, он много рассказывал жене о том, как одевались дамы в былые времена, и о том, какую роль в гардеробе женщины играла шляпка. Обнаглел и задаю ей вопросы. Я говорю, Кларочка, а что ты все время ходишь в шляпах? Она так посмотрела, чтобы никто не слышал, это ее тайна была. Я же себя всегда считала и считаю уродиной, а шляпа меня делает божественной, красивой. Ой, вас так много, а я одна. А дочь Оксана Лукьянов учил благородным манерам. Меня учили сидеть, ходить, сидеть за столом, есть правильно, разговаривать правильно. Ну, как-то он меня воспитывал старорежимно. Я латынью занималась в детстве, занималась английским, латынью. У меня была странным ребенком. Впрочем, Клара и Сергей так были погружены в работу и друг в друга, что порой забывали о дочери. Я была маленькая, там снимали, 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 огромный павильон, выгородка была, снимали, снимали, а я где-то там пошла и заснула где-то там. Ну, они вышли, идут по коридору разговаривать. Говорят, батюшки, а Ксюша-то где? Главная роль в фильме «Двенадцатая ночь» стала решающей. Отныне и навсегда Лучко звезда советского кино. Теперь простоев в работе не было. Режиссеры прощали актрисе даже заметный южный акцент. Господи, ну вы и бог, ну вроде святых, ничего вокруг не замечаете. Как же, журбины? Вот что у кого на душе и делается, так и не заглянете. Даже до конца дней своих она так не научилась, ну, без южного акцента разговаривать. Говорила немножко, чуть-чуть, а гэ, а гэ проскакивала. У нее невероятный тембр был. А в жизни ее голос ни с кем нельзя было сравниться. Я бы сказал так, радиоголос, который вот, если ее даже не видно было, о лучко. Вот такой тембр был. Высший пилотаж актерской профессии никогда не играть провальных сцен, если надо додумывать их и убеждать режиссера в своей правоте. Обожаю эту сцену, когда она с Ниной Ивановной Руслановой, когда они дерутся простынями. Гулящая! Что ты сказала? В первоначальном сценарии фильма «Цыган» две героини на повышенных тонах говорили друг с другом. И не более того. Но Лучко, заручившись поддержкой Руслановой, все переиначило. Пришли к бланку, к режиссеру, говорят, Саша, извини, но вот это что-то как-то очень слабо. Обе женщины сильные, надо им серьезно вообще выяснять отношения. И они его убедили. На следующий день были небольшие трудности в съемках, потому что приходилось синяки замазывать. Моя мама всю жизнь была страстной поклонницей Клары Лучко. Она ее как увидела в кубанских казаках, вот и все, говорит, ой, какая хохотушка, какая хохотушка. А когда уже цыган шел, и мама была уже в возрасте глубоком, она плакала, когда смотрела и говорит, боже мой, это про меня, это про меня. Я говорю, мамочка, почему про тебя играет Клара Степановна? Она говорит, ну ты же у меня тоже без отца рос, и смотри, как она своего сынка так оберегает, держит. Вот, то есть, вот Кларочка проникла вот в какую-то женскую народную судьбу, в жизнь. В общем, казалось, что трудные времена позади. Карьера Лучко шла в гору. Лукьянов тоже старался не отставать. Они, безусловно, в творческом плане все время обсуждали, да, ведь такого не может быть, чтобы в одной семье не обсуждались дальнейшие его какие-то работы, ее работы. Они шли по жизни вместе. Но истинную цену украденного счастья им еще предстояло узнать. И очень скоро. Сергей Лукьянов подошел к своей машине. Завел двигатель, оглянулся на дверь парадного. Но где она там? Опять прихорашивается? Лучко вышло из подъезда в тот самый момент, когда муж, схвативший за сердце, грузно осел на асфальт. Папа спустился первый, а мама меня там поцеловала и пошла вниз. И это была секунда, когда я отвернулась от окна. Когда я уже повернулась, я увидела, что отец лежит на земле. И дальше я увидела, как мама бежит. В этом я помню, на всю жизнь запомнила в этом черном пальто. Пальто развивалось, и она бежала к нему. И вот она так упала рядом с ним, накрыла этим всем. Знаете, как птица мега-крылью. Все мое детство кончилось в этот момент. Сначала и мать, и дочь не сомневались. Он обязательно поправится. Но для этого нужны деньги, и немалые. Сбережения вскоре иссякли. Да их особо и не было. Актеры зарабатывали недурно, но много и тратили. В будущее они заглядывали. А зря. Ничего не откладывалось. Никаких денежек, забережений нет. И потом, видите, когда человек теряет близкого, ему нужно еще собрать самого себя. И вот тут нужен определенный иметь характер, чтобы посмотреть на перспективу жить дальше. И для кого ты живешь, для чего ты живешь. Лукьянов попал в больницу. Врачи предупредили, это надолго. Чтобы обеспечить достойное лечение и уход, решили продавать вещи. Заказывали лучшие лекарства за границей. Приглашали самых известных докторов, самых внимательных и прилежных сиделок. Старались порадовать вкусной домашней едой. Готовила в основном Оксана. Мама терпеть не могла домашнее хозяйство, приготовление пищи, ненавидела лютой ненавистью. Я это умела делать всегда. Понятно было, что отец говорил, когда болел, что ты должна о маме заботиться, что ты должна как-то ее поддерживать. Клара ходила к Лукьянову каждый день, утром и вечером. Работала урывками. Станислав Ростовский стал снимать фильм «На семи ветрах». Это была одна из моих первых картин, таких самых моих, может быть, удачных. И Клара Степановна, она дружила с Станиславом Мощем Ростовским, и он мне предложил там роль военного хирурга, военного врача. И она отказывалась. Ростовский все-таки уговорил Лучко сняться в эпизоде. Пообещал хорошо заплатить. Клара Степановна согласилась еще и потому, что больничный быт был ей теперь знаком не понаслышке. Гальпин. Сыны были такие, ну, были операции, там проводились на экране. Просила, чтобы ее показывали, и чтобы она давала ей возможность посмотреть, как проходит все. Она действительно досконально все изучила, и у нее получилась одна из лучших ее ролей. Начинка. Готовься к следующему. Однако вскоре Лучко заметила. Ролей ей предлагают все меньше и меньше. Что случилось? Секрет открыл друг Марк Бернес. Бернес говорит, Клар, зайди ко мне на секунду. Она зашла, он говорит, Клар, ты на себя в зеркало давно смотрелась? Не дай бог, что случится? У тебя ребенок, кто тебя снимать будет? Посмотри на себя, на кого-то похожа, на кого-то превратилась. Клара Степановна действительно запустила себя настолько, что это стало бросаться в глаза. Было время одно, когда она в зеркало смотрелась исключительно, чтобы волосы пригладить и зубы почистить. И вот она говорит, в этот момент я как-то как немножко очнулась. То есть она, знаете, как одно дело посмотреть, другое дело увидеть. Она вдруг увидела себя. С той поры, что бы ни случилось, Лучко всегда выглядела блестяще и всегда улыбалась. Она для меня осталась просто лучезарным человеком. Вот я никогда не видела, чтобы она была хмурой, чтобы она с кислой физиономией бы хотела или там что-то бы ее раздражало. Все, что она переживала и было там у нее в душе и в сердце, она никогда не выносила на людей. Лукьянова наконец выписали из больницы. К тому времени их дом, еще недавно казавшийся полной чашей, практически опустел. Известный актер стал инвалидом, что не могло не сказаться на работе. Порой боль вызывали самые элементарные движения. Плюс одышка. Он очень боялся стать Кларе обузой и снова переживал уже из-за этого. Добронравов рассказывал, что после первого инфаркта они с отцом, он его подвозил за рулем, отец ехал и тот его спросил, ну Сережа, ну что ты в таком состоянии, все, и он стал бить вот так вот рукой по рулю и говорит, я себя ненавижу, я ненавижу, зачем я ей больной, старой, я ничего не могу, я ненавижу себя. Игнорируя советы врачей, он продолжил работать и в кино, и в театре. Итог закономерен. За первым инфарктом последовал второй, потом третий, а потом случилось непоправимое. 1 марта 1965 года Сергей Лукьянов выступал на собрании в театре Вахтангова. В стране бушевал оттепель, и он наконец вышел, чтобы сказать то, что думает. Актеры не должны нести идеологию, мы служим только искусству. На этих словах поднялся невероятный шум. Лукьянов пытался перекричать коллег, и вдруг схватился за сердце. Сразу после похорон мужа Клара попала в больницу с тяжелейшей депрессией. Ей не хотелось жить дальше. Она плохо понимала, что вообще происходит. Она просто как-то как погасла. Дочь, чтобы не умереть с голоду, отправилась петь в кафе. Оксане тогда было 14. Я училась в такой очень привилегированной английской школе. Хорошо очень говорила по-английски, у меня был такой низкий-низкий голос. И пела всякие романсы. Это была кафе молодежная тогда на бывшей улице Горького. Именно Оксана в конце концов и вытащила мать из депрессии. Убедилась, что жить все-таки надо. Хотя бы ради нее. Любой человек, который теряет близких, у него ощущение, что вся жизнь там. Поддержку она получила только от одного человека, от своей дочери. Потому что у Оксаны очень такой сильный характер. Клара тогда и представить себя не могла. Пройдет несколько лет, и она встретит новую любовь. Ее ждет новый брак, который продлится целых 40 лет. Потом мама вышла замуж. И они очень много лет прожили с Димочкой, как я называлась Дмитрий Федоровичем Мамлеевым. И они очень хорошо жили вместе. Но они были во втором браке больше друзьями. А с отцом это было, знаете, как вихрь, ураган, страсть, молодость. За эту страсть судьба будто выставила им счет. и плата по нему оказалась огромной, неподъемной. В доме кино к 75-летию ее был творческий вечер. Она вышла уже ближе к финалу и сказала, вы знаете, а сейчас я хочу у всех попросить прощения. У всех людей, с которым свела меня судьба. Чье прощение искала Лучко? Надежды первой жены Сергея Лукьянова за то, что когда-то украла у нее мужа. или самого Сергея, которого пережила на 40 с лишним лет. У нее была влюбленность очень мощная, очень высокая, какая-то такая настоящая, то есть измерение, что такое любовь, да? Любовь есть Бог. Вот она с этих позиций подходила к этому. Счастье Клара Лучко и Сергея Лукьянова действительно оказалось недолгим, как многие им и предрекали в пору их знакомства. За украденное счастье они заплатили непомерную цену. Впрочем, есть ли цена у истинной любви? КОНЕЦ